Здравствуйте! С вами программа «Культурный шок». Я ее ведущий Марк Котлярский. Мы продолжаем цикл программ с военным историком, преподавателем Талиевского университета и междисциплинарного центра в Герцли, Яковом Фольковым. Яша, мы с тобой уже продолжаем, но в любом случае еще раз здравствуй, дорогой. И как бы мы продолжаем на том, на чем, собственно говоря, мы остановились. Остановились мы как раз вот на том, что происходило, скажем так, после 22 июня 1941 года, когда немцы, нацистские войска, как говорил товарищ Сталин, вероломно напали на Советский Союз. Но мы в данном случае говорим, опять-таки, не о Советском Союзе и не столько о Советском Союзе Германии, сколько о Польше, которая сегодня является предметом многих, собственно говоря, точек зрения. И каждый из сторон старается перетянуть Польшу на свою сторону. Скажем, вот в последнее время такие появились в прессе, во всяком случае, сообщения, что, дескать, Польша чуть ли не сама виновата. Кто-то говорит о том, что, так сказать, поляки заигрывали с немцами, кто-то, хотя вот то, что ты рассказывал, подтвердилось, что они вели переговоры, так сказать. Кто-то говорит, что поляки не захотели как бы вести... Короче говоря, очень много, что поляки жертвы, то есть, как бы, вот такой клубок. Но у тебя книга, которую ты готовишь, называется очень оригинально, на мой взгляд, «Между Гитлером и Терчиллем», имея в виду Польшу. То есть, Польша, между... Так как называется, есть такая русская поговорка, между молотом и наковальней. То есть, ты не рассматриваешь, как историк, и мне очень нравится, это твой подход, Яш, что ты как бы не рассматриваешь некую, скажем так, точку зрения, где априори есть уже виновный, есть, как это часто очень бывает, есть уже, значит, жертва, есть какая-то точная причина, есть какое-то точное следствие. Хотя, насколько я понимаю, с твоей точки зрения история намного сложнее, чем некая схема, куда пытаются ее втиснуть. И это, естественно, в полную очередь и, как бы, главную очередь касается именно Польши. Вот объясни, пожалуйста, почему ты выбрал такое название, очень интересно, хорошее название, классное, «Между Гитлером и Терчиллем». Почему Польша, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, не вами-то, Польша металась как больной в своей постели беспокойной, и, собственно говоря, это так оно и происходило. В одну сторону и кидал другую, поляки пытаются сейчас защищаться, говорят, что они жертвы, у них уничтожены на минуточку там 3 миллиона человек, рискованных или больше, да, но вопрос в том, а могло ли этого не быть? Конечно, я же, извини, еще раз чуть-чуть, кто-то говорил, что историк – человек, который не должен опираться на «если бы», он должен оперировать как бы конкретными фактами, но у нас с тобой, как в беседе перед тем, как мы записываем программу, промикнула у тебя очень интересная фраза, с которой я тоже согласен, да, он не должен, но историк может представить некую картину гипотетическую, чтобы понимать реальную картину, что могло бы быть, если бы было что-то, да, и можно было бы в данном случае, скажем, спасти Польшу от тотального практически разрушения и уничтожения. Это нам хотя бы, вот эта гипотетическая картина, которая позволит нам понять, что же произошло на самом деле. Итак, давай поговорим вот об этой второй части твоей, между Черчиллем и Гитлером, поговорим о правительстве Польши в изгнании, которое тоже вызывает немало споров, в частности, и таинственная гибель Владислава Сикорского, который непонятно как погиб, тоже очень странным образом. Ну, понятно, что он упал вместе с самолетами и с дочкой со своей в Гибралтар, да, вот как это произошло. Как это произошло, да. И третья часть, которую я оставлю специально, это называется «Вишенка на торте», мы оставим для третьей программы, это роль двух наших с тобой соплеменников, то есть евреев польского происхождения, которые оказались неожиданно, вот это самое потрясающее твое открытие, на мой взгляд, которое просто похоже на какой-то голливудский блокбастер. То есть, и это действительно так. Я говорю, вот я сейчас говорю, у меня мороз по коже, потому что я читал уже, так сказать, то, что ты мне прислал и рассказывал, и то, что ты рассказывал, это невероятно, но это факт, это было. На этом мы вернемся в третьей программе. Итак, польское правительство в изгнании, Польша под пятой немцев, как развиваются события, почему между Черчиллем и Гитлером? Потому что, как ты совершенно справедливо сказал, Польша металась до того, Польша металась и после того. Не вдаваясь в подробности, там очень сложная история, сама польская эмиграция была расколота, грубо говоря, между двумя большими лагерями, сторонниками до военного правительства и военного правительства Сикорского. И они, оказываясь во Франции, уже, причем очень быстро, там потрясающая история, там до 80 тысяч солдат и офицеров им удается провести через Румынию, Болгарию, а потом и через Италию, и некоторые даже, кстати, через наших соседов, соседей, я прошу прощения, через Сирию, и потом и во Францию, то есть большой эксодус, исход большой массы военных, польских и гражданских, в основном военных, они переводят до 80 тысяч человек во Францию, очень быстро создают там не только правительство в изгнании, но и польские вооруженные силы в изгнании, все это под руководством Сикорского, он главный военный лидер, он же главный политический лидер, и они договариваются с французами, они защищают потом Францию во время немецкого нападения, и не все, не все в эмиграции в польской на тот момент воспринимают поведение Сикорского, его союз с французами, а потом его союз с англичанами, как единственный, возможный и естественный выход для польского правительства на тот момент, и когда французы подписывают этот вот договор о перемирии с немцами, ЭПТН предлагает Сикорскому пойти вместе с ним, и говорит, ну все, понятно, мы проиграли, давай договариваться, Сикорский отказывается, будучи, в общем-то, соблазнен Черчиллем, Черчилль приглашает его, и часть его армии, часть вооруженных сил, до 30 тысяч солдат и офицеров на Британские острова, и Сикорск, как мы уже сказали, уезжает со своим правительством, там еще парламент был в изгнании, все они переезжают, и эти вот 30 тысяч солдат и офицеров переезжают на Британские острова, и в эмиграции в польской происходит еще больший раскол, и там есть голоса, которые говорят, Сикорский ошибается, что он делает, зачем он втягивает нас, как нацию, в эту огромную войну, а есть альтернатива, в польской элите есть немало людей, в том числе польских аристократов, таких, как известный очень князь Януш Радзивилл, который попал уже в плен к Советскому Союзу, потом под давлением международным его освобождают, он приезжает обратно в Польшу на оккупированную немцами территорию и договаривается с немецкими оккупационными силами о создании некой автономии базисной, которая занимается повседневной жизнью польского населения, так вот эти голоса достаточно влиятельны в самых высоких эшелонах польской эмиграции, говорят, с немцами можно и нужно договариваться. У всех проигравших стран на сегодняшний день, у Франции мы упомянули, да, потом Норвегия, Дания и так далее, у них у всех есть правительства, которые договорились с немцами и представляют интересы населения. Единственной, у кого такого представительства на сегодняшний день нет, это мы, поляки. У нас есть свой особый польский гонор, мы его защищали, но мы его уже защитили. Давайте договариваться с немцами пока не станет совсем поздно, потому что уже сейчас ситуация на территории Польши очень плохая, и если этого не остановить, если с немцами не договориться, то будет еще хуже. То есть, возвращаясь к вопросу об альтернативе, и мне это очень важно как историку, я не предлагаю читателю свои какие-то выводы, свои домыслы, я предлагаю читателю, и это тоже одно из открытий этой книги, а то, что думали, собственно, люди, современники, которые жили в то время и которые задавались вопросом, а есть ли альтернатива? И многие из них считали, что такая альтернатива действительно существует, что можно и нужно договариваться и с немцами. И они начали, собственно говоря, договариваться. Они начали, они, да почему-то, помимо... Там все гораздо более интересно, Марк, а договаривались-то они не только с немцами, оказывается, что Польша, опять возвращаясь к вопросу о том, мы создали градацию, периодизацию, первые полтора где-то года войны, поляки сохраняют замечательные отношения с итальянцами, с Муссолини, с Франко в Испании, с Маннергеймом в Финляндии. Да, да, в Финляндии, да. И все эти лидеры выступают перед Гитлером, обращаются к Гитлеру с просьбами и предложениями договориться с поляками. У поляков замечательные отношения с Петеном, а даже после того, как Сикорский бежал в Англию, его диппредставительства остались на территории Франции и работают со французским МИДом. То есть поляки еще вовлечены вот в эту в ближайшую орбиту, геополитическую, дипломатическую Третьего Рейха, и считают, что да, ну, можно договориться. И Польша действительно, опять-таки, я тут хочу что подчеркнуть, вот возвращаясь к вопросу о сегодняшней, этой вот полемике, очень напряженной на уровне лидеров государств, поляки оказались, как на протяжении последних 300 лет, после знаменитых разделов Польши, да, в конце XVIII века, они оказались между двух, а может быть даже и более огней. Это была, надо сказать, что это нация, народ и армия их, они мужественно воевали, защищались на своей территории. Они потом мужественно защищали Францию, страну, которая их приютила, летом 1940 года, и даже поучаствовали в попытке предотвратить высадку вермахта в Норвегию, и там тоже полегло немало польских солдат и офицеров. В Катыни их расстреляли? В Катыни, да, да, да. Полегло поляков. И потом, приехав в Англию в июне 1940 года, польские пилоты тут же влились в ряды королевских ВВС, и очень мужественно и весьма успешно защищали уже британские острова от Люфтваффе. То есть они действительно, они были очень, так сказать, самоотвержены, они включились в эту борьбу с Третьим Рейхом, и тут они поняли, что очень быстро. Кстати, это потрясающий факт, польская разведка и МИД Министерства иностранных дел, уже пребывая на территории Англии, ввело активный сбор информации по поведению Черчилля и британского правительства вот в отношении польского вопроса. И они очень быстро поняли, что на самом деле эти хозяева, вот те, кто их приютили на этих британских островах, они проводят свою очень взвешенную, такую, я бы не сказал циничную, но очень продуманную политику, они защищают свои собственные национальные интересы. И это включало, защита их интересов, включало тайные закулисные переговоры со Сталином и уже упомянутое обещание согласиться на, то есть признать аннексию восточно-польских территорий совершенную в 1939 году. И вот тут еще, это вот внутреннее ощущение того, что они между двух огней еще более обострилось. Они говорят, мы защищаем западный мир, державы там Францию и Англию уже почти год. Мы потеряли свою территорию, свою страну вообще. Мы потеряли огромное количество салат-офицеров. Наш народ страдает под пятой захватчика немецкого. А вместо того, чтобы сказать нам спасибо им помочь нам, западные державы, но американцы тогда еще вообще не хотели никому помогать, а британцы в это время продают нас за нашей спиной Сталину. И вот, собственно говоря, отсюда и родилась эта идея возможного, может быть, ты сказал правительство, я хочу точно поставить точки над «и», мы не знаем в отношении самого Сикорского. Я не смог этого доказать, не знали этого и англичане. Английская разведка, когда она обнаруживает факт контактов между поляками и немцами, фон Паппеном упомянутым, она говорит только о высокопоставленном министре, а можно назвать имя, это был Станислав Кот, известнейшая в тот период личность, это был такой польский Берия, он руководил министерством внутренних дел, у него была своя очень обширная служба безопасности, которая работала по всей Европе и за ее пределами, в том числе на оккупированных территориях, и вот относительно его англичане знали совершенно точно, что он вот через того еврейского господина, о котором мы еще поговорим, что он контактирует с немцами. Относительно Сикорского у них были большие вопросы, некоторые английские аналитики зашли так далеко, что утверждали, что и Сикорский знал об этом, но я честно в конце книги пишу, что мы этого еще не можем подтвердить, поэтому это нам еще предстоит доказать. Тогда вопрос, который возникает неизбежно, да? То есть мы знаем, что Черчилль был достаточно мощный политик и достаточно как бы серьезный мыслитель, человек, который, можно сказать, вошел в пантеон славы Великобритании. Зачем ему надо было водить поляков за нос? Зачем он нужен был тогда Сикорский? Ну, очень просто. Поляки летом 40-го года, июнь идет битва за Францию, мы знаем эту историю в Данкерке и так далее, и французы, и англичане там получают, скажем так, по голове немцев, у них, как я уже сказал, очень серьезные вооруженные силы, у них десятки тысяч солдат и офицеров, причем опытных солдат и офицеров, причем горящих желанием отомстить немецкому врагу и так далее, и до 30 тысяч, это значительная, очень значительная сила, удается англичанам вместе, вот если фильм видели, несколько лет назад вышла операция в Данкерке, когда англичане вывозят своих, значит, солдат и офицеров обратно в Англию, так вот там не показано, но они еще вывезли огромное количество поляков, именно потому, что они знали, что их можно и нужно использовать в защите Британских островов, ну и потом все-таки переезд польского правительства в изгнании на Британские острова был очень эффектным пропагандистским шагом, вот если ПТН удалось уговорить Сикорского остаться с ними, договариваться с немцами, это был бы серьезный удар по репутации англичан, и все-таки англичане, я уже сказал, не вступили в войну формально, чтобы защитить Польшу, и тут вдруг польское правительство, причем остается с признанной по международному праву, оно имеет право заключать договор с кем оно хочет, и оно решает не идти с англичанами, а идти с немцами, это очень серьезный удар, поэтому по двум этим соображениям, по чисто военным и по дипломатическим, Черчилль было очень важно, значит, и Сикорского, и его эти основные силы, перевести на территорию Англии, а вот то, что произошло потом, то, что я сказал, он понял, что этого мало, и чтобы защитить Англию эффективно, нужно договариваться со Сталином, нужно как можно скорее переманивать Сталина на английскую сторону, и пойдя на это, он соглашается уже в самом начале на признание завоеваний советских в Польше, а поляки об этом узнают, ну и дальше все то, о чем мы говорили. Ну а потом практически, как бы, насколько я понимаю, Черчилль нейтрализовал Сикорского, и оставалось дело за малым, его просто как бы вычеркнуть вообще из списка живых. Ну они, в общем, этого опять-таки я не могу сказать, да, в 43-м году он погибает, отношения личные, кстати, к тому периоду между Сикорским и Черчиллем, очень плохие, и они почти не встречаются, Черчилль буквально запирает Сикорского на Британских островах, там все очень плохо, и отдал ей Черчилль приказ устранить Сикорского мы не знаем, мы не знаем, но мы точно знаем, что он пытался свести практически на нет его влияния в польской диаспоре, и это, кстати, произошло при помощи товарища Сталина, опять же, который отпустил на Ближний Восток генерала Андерса, известного с его армией, да, армия Андерса, которая в 42-м году, она пришла сюда в Палестину, потом успешно воевала в Северной Африке с немцами, и вот из Андерса англичане сделали альтернативный центр этого вот управления, по крайней мере, военного, военного авторитета, главный военный авторитет в польской диаспоре, совершенно минимализировав влияние Сикорского, так что к моменту своей гибели он уже не был таким вот единоличным властителем душ польской диаспоры, уже был Андерс, на который англичане делали основную ставку. Ну, самое смешное, если опять-таки тогда забегать вперед с позиции нашего знания, да, то есть то, что мы уже знаем потом, понятно, что они тогда не знали, не знал Сикорский, не знал Андерс, но в результате как бы устранения Сикорского, если забегать еще чуть дальше, да, привело к тому, что Советский Союз в результате как бы все равно взял Польшу, подмял под себя, да, получилось так. Ну, нет, я хочу сказать еще раз, это не гибель Сикорского и не слабость последующего правительства Миколайчика, а это в общем-то, в общем-то, Черчилль решил, что это будет так, уже очевидно в сороковом, в конце сорокового, в начале сорок первого года, когда он вообще пошел на тайные закулисные переговоры со Сталиным, и тогда, в общем-то, участь Польши была уже предрешена, и я думаю, что поляки-то это поняли. И это их подвигло вот на эти контакты с немцами, это был, с моей точки зрения, это был некий шаг отчаяния. Они не любили немцев, они никогда не любили их, и многие скажут, что до сегодняшнего дня, очевидно, не очень. Но, то есть, многие, там были германофилы, разумеется, тот же Бек, министр настранных дел, известный, довоенной Польши и так далее. Но в основном, конечно, это было не от любви, они обратились к третьему. Ну, понятно, от отчаяния. От отчаяния они пытались опрестить свои интересы, при этом, опять-таки говоря, вот у этой периодизации в первые полтора-два года войны они еще не считали, что они втянуты в Большую мировую войну, они еще не знали о жутких преступлениях немцев, которые вот тогда еще не было, концлагерей, мы говорим здесь о 40-м годе. Поэтому, с их точки зрения, еще можно было и нужно договариваться с немцами, и они пошли вот на это, по крайней мере, этот вот Станислав Кот, этот вот министр внутренних дел, очень влиятельный, по крайней мере, он пошел на контакты с немцами, очевидно, подчеркиваю, не из любви к Третьему Рейху, не для того, чтобы помочь Германии выиграть эту войну, а исключительно для того, чтобы попытаться спасти, как они говорили, что-то от Польши, эту вот остаточную Польшу, то, что осталось и после того, как немцы забрали себе западные польские территории, может быть, при помощи немцев даже освободить потом частично восточно-польские территории, ну и, конечно, личные амбиции. Кот был очень амбициозным человеком, и он хотел вернуться в Варшаву на белом коне. Понятно. То есть, как бы, ну, что из этого вышло, мы уже знаем, как бы в результате Польша была практически разрушена, особенно Варшава, вот, ну, вот, как говорится, как бы в истории не терпится слагательного наклонения, и что получилось, то получилось, что называется. Окей. Я еще раз напоминаю, что у меня в гостях был военный историк Яков Фольков, вел программу Марк Котлярский. Всего доброго, до следующих встреч в эфире.